Пару слов о моей самоидентификации и позиционировании себя. Я себя идентифицирую как свободный мыслитель. Мне интересно быть учеником жизни. Мне интересно открывать что-то новое. Для меня мыслительный процесс представляет собой огромнейшее и бесконечное удовольствие. И даже наслаждение. И когда я даже страдаю от тех мыслей и тех выводов и тех откровений, к которым я прихожу, все равно это здорово, потому что на этом мышление не заканчивается, оно продолжается. И знания, они бесконечны, и идеи, которые мы можем прийти, открыть для себя, их тоже очень много. И это бесконечный процесс генерирования идей и бесконечный процесс мышления. Вот я заметил за собой, что я не люблю обмана. И, по-видимому, мышление меня избавляет от самообмана и от того, чтобы я был обманутым. Для меня действительно, как в индийской философии, пеномайи, и в социальной философии, и в политической, я действительно ищу истину. Мне хочется докопаться до истины. Мне хочется найти ту самую правду. И видеть мир таким, какой он есть на самом деле, а не каким его там кто-то сконструировал. И быть действительно реалистом. Мне неинтересно играть в игры, которых придумано там миллион. В том числе, кстати говоря, и не только там психологические, политические, но и даже в спортивные. Я не вижу просто смысла никакого в этом футболе и так далее. Меня это все не привлекает и не занимает. Ну, разве что теннис я люблю. И играю в пинг-понг там два раза в неделю по часу. Но не более того. Причем даже в этой игре мне доставляет удовольствие не победа, а красота игры. То есть вот какие-то удары красивые, комбинации, ситуации. Необычный там отскок шарика, какая-то траектория его полета и так далее. Даже тут я ценю скорее эстетику. Да и мир для меня, как и для Ницше, оправдан лишь как эстетический феномен. Но речь не об этом сейчас. Я не люблю эти игры. Я стараюсь все-таки быть, а не казаться. Я не люблю эти ритуальные беседы, ритуальные разговоры. Мне ужасно не нравится вот этот шум какой-то медийный, да. И какая-то навязанная повестка дня и все прочее. Поэтому у меня нет телевизора. Да, я еще тут признаю за собой интернет-зависимость. То есть я люблю соцсети, я люблю там читать статьи какие-то. Но они все-таки, эти статьи имеют смысл определенный. Потому что, по большей части, это какие-то научные исследования, это философские размышления. Это то, что связано, в общем, с какими-то открытиями, озарениями, находками, инсайтами и так далее. То есть все то, что, в принципе, способствует поиску истины, поиску смысла жизни и пониманию жизни, реальности, такой, какая она есть. То есть я хочу быть реалистом. Вот. Так что... Мне... Мне... Мне в этом отношении жизнь очень нравится. И она мне доставляет огромнейшее удовольствие быть ее учеником. Единственное, на что бы я мог посетовать, так это на то, что не всегда мне хватает стипендии, чтобы учиться. Но это, в общем, тоже решаемый вопрос. Я, кажется, достиг определенных успехов в этом... в этой учебе. И, по крайней мере, мне нравится то, что я пишу, и как я пишу, и как я мыслю. И мой собственный стиль, который, в общем, уже сформировался. Мне нравится то интуитивное знание, которое тоже у меня есть. И интуиция, которая развивается, озарение, которое я получаю. И мысли, порой, уносящие меня далеко-далеко от земли, от реальности. Но которые также, видимо, по сути, они и вот экзистенциально необходимы для того, чтобы жить. Потому что человек должен просто трансцендировать и видеть какие-то цели и смысл, который, ну, вне положен. Да, и который поддерживает наше существование. Вот об этом я сейчас пишу книгу. Надеюсь, скоро я ее допишу и издам.